так всем здравствуйте долгое время немножко и отсутствовал были дела поэтому не мог записывать продолжение хочу сказать что за это время пока были нет уж два не все-таки удалось мне по мобильнику посмотреть некоторые колокие ролики довольно много роликов данного видео об этой игре бесконечно это очень неплохая игра но есть конечно где мне очень понравилось есть немножко садистские люди стали делать я не хочу сказать что я такой супер-пупер кто умеет хорошо читать просто мне эта игра понравилась я поэтому решил свое внимание на нее сфокусировать и поэтому решил данный будет делать ну кому понравится пусть смотрят я думаю что не дай бог конечно так произойдет может произойти что данная игра когда не закроется конкретной и куда-нибудь пропадет но видеоролики у нас останутся можно будет пересматривать как видеокнигу хотя бы я для себя как я это делал где-то конечно я сам себя критиковать будет потому что еще раз повторяюсь я не супер кто умеет хорошо зачитывать данные темы большого профессионализма у меня нет это я делаю в свободное время но что мне это нравится и как могу то что не судите строго ну продолжим читать мы про данила что он будет дальше как я говорю что бесконечное лето я решил имя семена изменить на данила пусть не хочу повторяться и просмотрим события как они изменятся данная данная версия будет совсем интерпретируется в другом варианте ну ребятки поехали это у нас я понимаю день 3 так что скоро начнутся события меняться что-то где-то поменяется что-то где-то изменится и мы увидим совсем другую историю а к чему она приведет посмотрим если приведет опять к плачевному как в первом варианте я постараюсь сделать так чтобы данное видео имел еще и вторую и заключительную концовку день 3 ночь оставил после себя тревогу я проснулся разбитым физически истощенным морально со мной такое постоянно во сне видишь невозможно яркие сцены как будто попал в голливудский бобася с лихо закрученным сюжетом высококлассными актерами и многомиллионными спецэффектами а наутро не помнишь оттуда ни кадра вот и сейчас я пытаюсь восстановить картины которую показывал мне отдыхающий мозг но эта часть памяти была пустая то ли заархивирована то ли вообще отформатирована часы показывали 7 утра что сегодня что-то сегодня я рано проснулся ольга дмитриевна еще спала плотно укутывшись в одеяло и как можно летом в такую жару я встал потянулся подошел в зеркало и обглядел себя надо побриться подумал я как вы понимаете это подумал данил странное решение раньше хватало и пары раз в месяц а сейчас от моего внешнего вида как будто что-то зависело однако бритвы я так и не нашел хотя зачем сейчас я выгляжу от силу лет на 17 ладно завтра не раньше девяти а это значит что еще полно времени которое можно потратить например на утренний рацион и гигиенические процедуры в этот раз вода не показалось такой ледяной и обжигающий как вчера напротив приятная прохладно придала мне бодрости и помогла быстрее вернуться к реальности если происходящее можно было считать таковой сегодня зубной порошок не казался таким уж анахронизмом и у меня даже прометнула мысль что он не особо отличается зубной пастой когда я вернулся в доме к вожатой лыга битву уже проснулась она стояла перед зеркалом и расчесывала волосы ольга дмитриевна доброе утро семена ой извиняюсь доброе утро данил данил добрая одни досыпа еще немного гудела голова и путались мысли но я не жалел что все-таки вылез из кровати а не остался как обычно досыпать дежурную пару-тройку часов что тут и сегодня рано данил так получилось ольга дмитриевна опять ты без галстука давай я данил да я сам ничего страшного когда на завтрак пойду нет уж давай сейчас до завтрака у нас еще линейка не забывай забудешь тут данил а что сегодня на линейке у меня этот на этой будет я расскажу о плане на день и каков план по правде говоря мнение было абсолютно не было абсолютно наплевать чем наши доблестно вожатая собирается занять наш браво пионер отряд на ближайшие 12 15 часов не интересовали лишь места большого скопления живой силы противника чтобы отходить их подальше все-таки как-никак я оказался другой реальности ольга дмитриевна а это ты узнаешь на линейке она хитро улыбнулась данил ольга дмитриевна знаете у меня что-то живот разболелся мне бы данил но вы понимаете думаю ничего страшного если я разочек пропущу а это будет неприятно если я прям там и откуда во мне столько смелости подумал я у тебя есть еще минут пять данил боюсь не успею давайте вы не расскажите сейчас нет я постараюсь но если вдруг ладно уж сегодня у нас по плану уборка территории сортировка книги библиотеки еще кое-что а вечером танцы смотри у меня чтобы обязательно сегодня поучаствовал в жизни лагеря все непременно подумал я на него конечно конечно сейчас мне бы иди уж я вышел из домика обошел его и спрятался в кустах дожидаясь пока ульга дмитриевна уйдет по правде говоря у меня не было особых причин так себя вести но внутренний босс упорно утвердил что на этой линейке делать нечего когда вожата ушла я вернулся назад в домик и решил дождаться до начала завтрака итак участвую в общественной деятельности сегодня я не планирую и чё ж мне так делать чем себя занять уборка книги библиотеки это совсем не то чем должен заниматься человек в моем положении однако уже прошло два дня а я ни на йоту не приближался к разгадке все местные обитатели казались в целом совершенно нормальными людьми и не были замешаны каких-то тайных заговоров не сотрудничали с инопланетянами и вряд ли подразумевали о провалах во времени конечно каждый а скорее даже каждая из них не без странности но странности эти не выходили за рамки разумного более того встретив любого из здешних пионеров в своем привычном мире я бы даже не подумал что с ними что-то не так скорее они показали бы мне куда более нормальным и естественным чем скажем я сам эта линия рассуждения выглядела весьма логичной нелогичным не было лишь отсутствие ответов обычные люди в необычном месте где-то я об этом уже слышал где-то видел десятки пионеров а может их куда больше живут привычной жизнью занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают что мир вокруг них совсем не такое каким должен быть ладно это мы еще в будущем увидим но это ситуация с их точки зрения не же не знакомы не только мир лагеря совенок но и его обитатели пусть даже по собственным по обстоятельствам они ведут себя так как по идее должны сейчас необходимо решить один вопрос имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему что со мной произошло и найду ли я ответы у них или может быть да истиннее придется докапываться другим путем тоже логичный мыслилась да похоже я несколько переборщил со временем обычной толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось да и внутри было немноголюдно наверное большинство детей позавтракали еще 9 часов и хорошо меньше народу больше кислорода в дальнем углу в столовой одиноко сидела Лена и лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное одино напоминающее кашу позавтракать с ней отличная идея тихо спокойно и можно о чем поговорить ну или хотя бы попытаться я уже было направился в ее сторону как меня кто-то схватил за рукав Женя вчерашняя библиотекарша Женя бери завтрак и садись есть разговор Данил да возможно Женя чего стоишь я несколько растерялся Данил извини но слишком мне это резко Женя а что такого бери завтрак и посадись похоже для нее такое поведение совершенно нормально ну между выбором Лены и Жени преобладала сеть Жени послушать ее бред что она там расскажет так как она более молчаливая сам не знаю но я все-таки согласился вдруг получится узнать что-то новое все-таки она книжный червь через минуту я уже сидел напротив Жени а передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд каша овсяная два яйца вареных хлеб белый четыре куска сосиска вареная одна штука компот из непонятного набора фруктов и ягод один стакан Данил приятного аппетита Женя спасибо я решу быть вежливым а также постараться есть как можно аккуратней не чавкая не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом Данил так о чем ты хотел поговорить? Женя сегодня у нас в библиотеке дальше я не слушал мне сразу вспомнились слова Ольги Дмитриевны о намеченных на сегодня мероприятиях и в планы они мне не входили совсем Женя не забудь Данил а? чего? Женя говорю не забудь после обеда прийти в библиотеку да Данил зачем? Женя ты меня вообще слушал? или не слушал? Данил нет честно признался я Женя сначала покраснела потом кажется позеленела а потом ее лицо приняло нежно-фиолетовый оттенок Женя сегодня после обеда в библиотеку понял? Кунта проклятая так она меня обозвала Кунта? это это еще что за матерное слово такое неведомое хотя пионер же не ругается как я мог забыть Данил ах да конечно извини обязательно приду естественно никуда идти я не собирался но чтобы разговорить человека неплохо сначала пойти на уступки Данил слушай а какой сегодня год? что это совсем со счета сбился я решительно и решил играть в открытую она не думала посмотрела на меня и ответила Женя совсем что ли крыша поехала Данил признаться в последние несколько дней есть такое подозрение Женя ничего не ответила Данил так год какой я мило улыбнулся Женя слушай может тебе в медпункт сходить Данил а там мне подскажет какой год Женя и не только подскажет это Женя встал и направился к выходу Данил подожди ты же не доела но она похоже даже не собиралась оборачиваться я дожил сосиску которая больше напоминала кусок витой пары Данил интересно есть у них здесь интернет и откуда хотел можно взяться подумал Данил в перне за сотейным столом заметил что я разговаривал сам собой покосился на меня а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой после такого дружевого приветствия он почему-то быстренько шагами покинул столу даже не доел завтрак с едой покончено самое время отправиться на поиски разгадок через некоторое время дорога вела меня к медпункту там мне уж точно делать нечего подумывая про себя хоть и медсестра и показалась мне весьма доброжелательной лучше держаться от нее подальше такая доброжелательность скорее пугает меня возможно она что-то и знает но я не решился вот так запросто взять и зайти в медпункт тем более нет никакого повода даже самого малюсенького погруженную в свои мысли я не заметил медсестру стоявшую на крюкце виола привет пионер она подошла ближе виола никак заболел подлечиться пришел да нет да нет я гулял просто виола понятно все с тобой прогулщик виола ну раз уж пришел у меня для тебя есть ответственное поручение я я вопросительно посмотрел на нее от слов поручения мне стало не по себе уж слишком добровольно принудительно оно прозвучало медсестра нехидно улыбалось и вы мне поможете составить опись лекарств которые сегодня мне привезли мы удивленно подумал я а кто еще и кто мы неужели она решила что недостаточно вежливо со мной хотя куда уж вежливее а тут и стало понятно почему мы подошла Лена и сказала привет из-за спины медсестре она как раз и выглянула странно что я ее не заметил вела после ужина приходите сюда я Лене все объяснила она тебе потом расскажет как я помню в мои планы это не ходило но послал Ольги Дмитриевны автобуса не будет еще несколько дней Данил получается сегодня кто-то приезжал в лагерь Виола да с утра из райцентра от что Данил нет ничего просто Виола вот и славно пионер значит вечером после ужина сразу сюда Лена может быть я все это время я совсем не замечал Лену действительно ее навыком маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец Лена я и одна могла бы справиться а почему бы нет подумал я Виола там много несколько коров ты что Виола тем более пионер всегда готов но я то готов но не к таким крутым поворотам Виола так пионер она взглянула на меня и как то не по доброму улыбнулась тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось тем более есть дела и поважнее но и отказываться вроде как неудобно хотя не будь если я бы никуда я бы что-нибудь обязательно придумал нет все таки я подумал отказаться не хочу есть у меня гораздо поважнее дела и может еще что-то найду может врать и не стоило опять же я подумал про себя но я решился но надо было сначала думать а потом говорить Виола да и о чем это ты собрался ей помогать это я решил как я и сказал уже сбежать к обменителю типа там помогаю ей а может быть и славе помогаю дело принимал неприятный для меня оборот но я решил идти до конца Даню у нее в домике в домике уборка сделать вещи разобрать и все такое вы же знаете какой у нее там бардак Виола не бойся шкафчик свой попросила разобрать сказала Виола Месяца посмотрела на меня так что фиаско Наполеона и Ватерлова показалась мне всего лишь досадной неприятностью по сравнению с моим нынешним поражением я уже было собрался что-то ответить но она продолжила Виола ладно шпионер без тебя разберемся Данил ты извини просто понимаешь сказал я посмотрев на Лену она стояла все так же уставившись куда-то себе под ноги и краснела краснела все больше лена да ничего я сама ну куда как раз так и идет как надо на Нилу ну ладно тогда я пошел воцарилась неловкое молчание хотела сквозь землю провалиться из-за неудачного вранья из-за того что наверняка обидел Лену хотя в чем я ее обидел Лена ну пока тогда Данил пока мистер все та же ехидно улыбалась какая то странная она все таки я развернулся и быстро направился прочь от мигпункта хотя мне безумно хотелось перейти на бег здравый смысл подсказывал что стоит идти обычным шаром немного прийти в себя я смог только на площади и что дальше я решил зайти ненадолго домой чтобы забрать мобильник неизвестно куда мне еще сегодня занесет а время знать нужно всегда хотя не проще ли завести часы а в обычный фоновый шум пионерлагер закрывалась какая то новая мелодия я прислушался похоже на электрогитару три повторяющихся аккорды не более того однако эта мелодия казалась какой то теплым словно пропущен через ламповый усилитель ну так мелодия обыкновенная хотя откуда тут таковая роскошь звуки доносились очевидно со стороны сцены интересно кто кто бы это мог быть кто бы это мог хотя я подумал какая разница если успею узнать когда-нибудь надо продолжить искать ответы и пусть и пусть играет мне сейчас не до этого я вернулся в дом и вернулся на линейку ты так и не пришел да извините ладно это все равно не отменяя того что ты должен сегодня заняться чем-нибудь полезным я и планировал подумал я только полезным для себя а не для окружающих за него например вот можешь пойти на площадь помочь убраться там за главную славя странно пару минут назад на площади никого не было вот или зайти к ребятам кибернетический кружок и там что-то нужно было опять отцы основатели подумал я ну и наконец можешь помочь спортивному клубу сказал удобно да нет а там что они ремонтируют спортплощадку чинят лавочки сетку на воротах меняют и прочие мелочи честно говоря ни один из вариантов меня не устраивал почему она всегда пытается нагрузить меня какой-то работой серьезно кроме слави никто здесь особо не перетруждается я отдельная личность и того больше в полном мере наслаждаются молодостью и тунеядство все попытки вожатые занять меня чем-то казалось последовали преследовали одну цель не дать мне понять где я нахожусь вполне вероятная версия ведь действительно королята и ловко орудуешь смеслой борясь с мусорной армадой экзист фу блин слово страны экзистенциональные мысли отходят на второй план в моем случае такая трудотерапия могла бы пойти на пользу но как больной гангеной будет до последнего оказывается от интерпутации от ампутации так и я до последнего буду защищать свой образ жизни мыслей на нем знаете у меня вообще-то свои планы были тут наверное я разозлил или обескуражил Ольгу Дмитриевну Ольга Дмитриевна да это ж как ее жизнь она оживилась да не ну не мог же я ей в самом деле рассказать все что у меня на уме или мог с одной стороны почему бы и нет но с другой это же может быть опасно по крайней мере сейчас сохраняется какой-то какое-то хрупкое равновесие и мне ничего не угрожало хотя бы с виду так я и думала что именно думала вожатая было понятно и так Ольга Дмитриевна видимо ты еще до конца не понял как важно участвовать в общественной жизни ведь только так ты сможешь стать окрасовым пионером еще одной длинной лекции на эту тему я бы просто не пережил поэтому решил согласиться на предложенные ей варианты в конце концов ответы в этом мире можно найти в самых неожиданных местах но или мне за тебя выбрать голос вожатый не терпел возражений Данил уж как-нибудь сам пролочал я себе под нос и вышел из дома из трех вариантов пожалуй так как меня больше интересовалась Славя я решил помочь пойти ей пожалуй я помогу Славе как говорится из двух ну или трех зол надо выбирать меньшее славя злом в принципе не являлась поэтому и выбор очевиден любой нормальный человек хочет жить в чистоте но обычно убор какалось мне с одни занятием в тренажерном зале полезно но обычно но не для меня однако красить лавки или находиться вообще в обществе двух будущих гений российской или советской науки еще хуже на площади собралось человек десять пионеров страны и откуда они вдруг понабежали я подошел к Славе Данил привет Славя ой привет ты помочь пришел Данил ну не по своей воле конечно я спохватился Славя понятно Славя бери метлу твой участок я вам с памятником на самом деле убирать там было особо нечего все и так казалось довольно чистым однако кое-где мусор все же валялся да помахав метлой некоторое время я вернулся к Славе которая села вдохнуть на скамеечку Данил Данил хороший сегодня денек Славя да только жарко она прикрыла глаза в ладони и посмотрела на небо Данил ты прямо ударница коммунистического труда Славя да брось ты я просто люблю помогать другим Данил это хорошо Славя а ты Данил что я Славя ну я так понимаю что тебе несколько тяготит общественная работа Данил да наверное я то не очень подумал про себя люблю все эти мероприятия Славя почему Данил не знаю ну в самом деле не буду же я на нее вываливать все свои мысли на этот счет утонет еще не дай бог Славя может ты не любишь компанию Данил да нет вполне возможно мне и нравятся компании но только другие где можно повеселиться попрыгать поскакать что-то в словах Слави было и правдой наверное она неплохо разбирается в людях по крайней мере во мне хотя как это возможно если я сам пару из себя с трудом понимаю скажи скажи чем займешься когда смена закончится до него в смысле Славя ну если тут будешь готовиться или какую-то специальность хочешь освоить все мои специальности просмотр аниме и интернет зависимость уже были освоены совершенствами подумал я Данил не знаю а ты у нас дома небольшое хозяйство хочу родителям помогать мне показалось это немного странным какое хозяйство при советской власти когда кругом колхозы хотя видать я наверное что-то забыл но я решил не уточнять Славя а твои родители кем работают вот о своих родителях я совсем не хотел говорить с одной стороны в них нет ничего плохого напротив они добрейшие души люди но сейчас не самое подходящее время для таких разговоров Данил папа в горкоме мало учителем я соврал хотя мои слова были в общем-то недалеки от правды Славя здорово похоже и действительно это казалось весьма прикольным Данил наверное диалог за шел в тупик поэтому я попытался отвести от Слави глаза смотрел то себе в подноги кстати как Лена смотрел себе в подноги что-то я застеснялся то в небо то по сторонам Славя знаешь а мне кажется у тебя в жизни все тоже будет хорошо Слава задумчиво посмотрела на меня чему вообще она это сказала как пророчится и почему тоже Данил спасибо наверное ответил я Данил ну что ты имеешь ввиду Славя мне кажется ты иногда очень пессиметично смотришь на жизнь не слишком ли это откровенно ее со стороны Данил возможно Славя но у тебя все наладится я уверен Данил возможно от этого разговора мне стало несколько не по себе с одной стороны ее словах не было ничего особенного в принципе почти любой человек на месте Слави мог бы сделать подобные выводы тем не менее казалось и не первый раз что она видит меня насквозь да с ее то голубыми глазами подумал я Данил ладно надо дальше убираться Славя ага она улыбнулась и тоже взялась за метло никогда не думал что уборка может доставить столько удовольствия нет я не расстроился из-за разговора со Славей даже наоборот мне было приятно услышать от нее подобное пожалуй впервые кто-то рассуждает о моей жизни не ругая меня не давал глупых советов основанных основанных лишь на собственном опыте не лез копаться у меня в голове и не делал после этого никаких то далеко идущих выводов мне просто было приятно что меня кто-то поддержал нет не так мне было приятно что это сделала именно Славя вскоре по лагерю заиграла музыка призывающая на обед я с облегчением и чувством выполнила долго отложив метлу в сторону направился в столовую да кто шагает дружно в ряд пионерский наш отряд дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном столовую а ведь так хотелось занять место где бы меня никто не беспокоил как в прошлые разы просто спокойно поесть а для этого надо найти или прийти хотя бы не последним но похоже события здесь происходят вне зависимости от моих желаний столовая была битком на входе как почетный караул у вечного огня стояла Ольга Дмитриевна Ольга Дмитриевна ну что Семен как сегодня потрудился Данил неплохо Ольга Дмитриевна молодец молодец то ли еще будет да уж подумал я Ольга Дмитриевна ладно садись девочка она показала на столик рядом с колонной за ними уже сидела сидели Славя Ульяна и Лена неплохая компания по крайней мере не самая плохая я взял бед и подошел к ним Данил не возвращайте если я присяду Ульяна это тот еще фрукт был мои слова прозвучали несколько наигранно так как садиться все равно было больше некуда Славя да конечно Ульяна сарказмом будь любезен Лена промолчала сегодня обед состоял из борща возможно даже с мясом это установить доподвину не удалось мясо птицы по всей видимости курицы обыкновенной с картошкой жареной и традиционным компотом с каждым разом еда здесь нравилась мне все больше наверное я просто понял что выбирать особо нечего а в таком случае и нечего жаловаться на то что есть благо есть что есть Славя пойдешь ли на танцы Данил не знаю Ульяна пойдет пойдет куда он денется саркастически сказала она радостно ставила Ульяну Данил ты так что точно пойдешь Ульяна конечно не упущу случая посмотреть как ты опростоволосишься ну в этой в ее стиле было она попала в точку поэтому я решил не отвечать Данил а ты спросил я Лену Лена ответила да ответила она коротко конечно Славя видишь значит и тебе тоже стоит пойти ну Славя был рад что она всегда была оптимистична Клана словно не оставляла мне выбора Ульяна не забудь фраг одеть Ульяна видимо была так довольна своей шуткой что громко рассмеялась но ведь мне действительно нечего надеть весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды которая даже вечером вряд ли покажется уместной Данил ты то в чем придешь массовик затейник Ульяна секрет Данил платится как на детском утреннике небось Ульяна Ульяна покраснела от злости Ульяна Ульяна то начало начало принимать Ульяна не головой а я за ней а я за ней Ульяна 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 Данил 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 и кто Ульяна оба поставила жирную точку не успевшим начаться спорь вожатая вообще я не был уверен что моя доля вины случившимся больше однако Ульяна кажется вовсе не считала себя виноватой Ульяна вот еще не буду я ничего убирать Ульяна это он все он начал Данил вот и нет Ульяна вот и да я не собираюсь разбираться в этих глупостях сказала она Данил иди возьми в шлаву в совочек в тряпку и так далее в кладовке а ты она посмотрела на Ульяну таким взглядом что мне стало жалко даже девчонку Ольга Дмитриевна ты немедленно начинаешь собирать разбитую посуду Ольга Дмитриевна отдышалась немного и продолжила Ольга Дмитриевна от тебя одни проблемы сколько раз я тебе говорила я решил не дослушивать и пошел в кладовку которая находилась рядом с выходом тут у меня родилась прекрасная мысль а почему бы не сбежать конечно Ольга Дмитриевна нас уже поймала но я то ни в чем не виноват так оно и есть может конечно образцовый пионер это не про меня но по сравнению с Ульяной я цветочек в любом случае все спишут на нее тем более заняться мне больше нечем как убираться тут надо искать ответы истинно где-то там пронеслась у меня в голове и как я подумал я решил сбежать решение пришло со мной с собой пока Логия Дмитриевна отчитывал Ульяну я пришел к выходу благо он был рядом выйдя на улицу я замешкался на пару секунд и столкнулся с электроником похоже он задержался в кружке Этоник куда спешишь Данил я мой шаттл бывает через 10 минут Этоник чего эй подожди слова электроника растворились в воду позови меня я выбежал на площадь Данил идеально не самое удачное место чтобы прятаться минуты сильного напряжения или усталости я часто начинаю разговаривать сам собой не разговаривать а скорее бубнить себя поднос это помогает сосредоточиться и быстрее найти правильное решение Данил куда дальше теперь? Дальше то куда? Самое удачное место несомненно было то где меньше людей соответственно это лес здесь мы остановимся посмотрим продолжим потом дальше что чем это все закончится а данный вариант будет у нас видеоролик третий ну и 3.1 я соответственно сниму чуть пользы сейчас не надо отключиться всем кто посмотрит ставьте лайки и и и и и и и